С Того Времени С Тих 21 «Тогда проповедуйте обо мне, когда я претерплю страдания, потому что бесполезно проповедовать всенародно о Христе и провозвещать народам Того, которого они впоследствии увидят бичуемым и пригвожденным ко кресту и многое претерпевающим от старейшин и книжников». Иной смысл вкладывает в изречение Спасителя блаженный Феофилакт Болгарский. Заранее говорит Господь ученикам о своем страдании, чтобы, когда оно наступит неожиданно, они не соблазнились, думая, что он не предвидел и пострадал против своей воли. Апостол Матфей описывает в своем Евангелии разговор Иисуса и Симона Петра, в ходе которого последний произносит удивительное исповедание веры. «Ты – Христос, Сын Бога Живаго» – Евангелие от Матфея, глава 16, стих 16. После этого Господь начинает открывать своим ближайшим последователям то, что ожидает его в Иерусалиме – смерть и воскресение. Слово «Христос», которое использует апостол Петр, – это перевод на греческий язык еврейского слова «мошиах» или же «мессия», что означает «помазанник». Сама идея о пришествии Мессии как идеального будущего владыки мира, который будет править от имени Всевышнего, находится в Священном Писании Ветхого Завета. Особенно ярко его описывает пророк Исаия. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, и нарекут имя ему. Чудный, советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Книга пророка Исаии, глава 9, стих 6. Картина владычества помазанника Божия в книге пророка Исаии в первую очередь описывает духовное и нравственное обновление Вселенной, которое принесет мир и моральное совершенство. С течением времени этот исключительно духовный образ приобретает черты земной власти и силы. Первым человеком, в котором иудейская культура попыталась увидеть обещанного Мессию, стал Александр Македонский, молодой триумфатор, который как нельзя лучше подходил на роль великого владыки. Иосиф Лавий в книге «Иудейские древности» повествует о легендарной встрече Александра Македонского с тогдашним первосвященником Иаддуем. Встреча заканчивается тем, что Александр приносит в Иерусалиме жертвы Богу и его знакомят с пророчествами Даниила о Мессии и скором падении персидской державы. К концу I века до Рождества Христова в иудейском религиозном сознании образ Мессии окончательно трансформируется в образ земного царя-освободителя, который восстановит былую славу иудейского народа. Этому послужили исторические обстоятельства – падение династии Маковеев, деспотическое правление Ирода Великого, наконец, практически полная потеря независимости и вхождение в состав Римской империи. В таких исторических обстоятельствах даже ближайшие ученики Господа Иисуса пытались разглядеть в нем пришедшего Мессию Царя, который положит конец тирании Рима и воссядет на престоле в Иерусалиме. Ярким примером тому служит вопрос учеников, который они задают Иисусу уже после воскресения. «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Книга Деяний Святых Апостолов, глава 1, стих 6. Господь же описывает свое служение в совершенно других категориях. Он говорит своим ученикам, что в Иерусалиме его ожидает не славное воцарение, а смерть. Он говорит, что избранные начальники народа Божьего не признают в нем подлинного Мессию, и Он много пострадает от их рук. При этом Господь прямо сообщает, что все закончится не поражением, а Его воскресением из мертвых. Эта история как нельзя лучше иллюстрирует несоответствие человеческих ожиданий и божественного промысла. Бог через Своих пророков обещал пришествие Мессии, однако образ этого помазанника в сознании людей с течением времени изменился, и когда пришел подлинный Христос, многие Его не узнали и не приняли. Такие ситуации порой случаются и в жизни каждого человека. Будем просить Бога о том, чтобы Он давал нам возможность запеленной наших человеческих представлений увидеть Его спасительный промысл. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео.